Вести Карачаева, Черкесия 25 мая в общеобразовательных организациях Карачаевой Черкесии прозвенит последний звонок. Не менее 24 тысяч голосов должна обеспечить Карачаева Черкесия для получения субсидий на благоустройство парков и скверов в следующем году. И при поддержке президентского фонда культурных инициатив в столице Карачаевой Черкесии откроют тактильную музейную выставку по темным переулкам истории. Далее об этих и других темах подробнее. Черкесский устал и дружба народов прошла акция с участием общественности, представителей правительства и парламента республики, политических партий и некоммерческих организаций. Здесь состоялся митинг-концерт в поддержку решения президента страны Владимира Путина о проведении специальной военной операции на территории Украины. Попытки стран превратить Украину в плацдарм для прямой, так и на Россию не могли остаться без ответа. Наше общество стало единым, цельным, сплотившись против объявленной России экономической войны. На нашей стороне настоящие ценности, правда и справедливость, отметил, выступая на митинге, председатель Совета ветеранов Карачаевой Черкесии Мурадин Коцба. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в республике, руководитель Карачаева-Черкесского отделения общества «Царьград» Денис Струговцов заявил, что военные действия сегодня ведутся на двух фронтах – на реальном и информационном. Целые институты работают на то, чтобы дискредитировать нашу страну, распространяя ложную информацию. Он подчеркнул, что в таких условиях единство и сплоченность россиян важны как никогда. Более пяти тонн гуманитарного груза, собранного жителями Черкеска, Абазинского, Карачаевского и Ногайского районов, отправила Карачаево-Черкесия жителям Донбасса. В автомашине все то, что пользуется спросом в пунктах временного размещения – это продукты питания, а также одежда для детей и взрослых, бытовая химия, средства гигиены и многое другое. У жителей Карачаево-Черкесии появилась возможность принять участие во всероссийском проекте по развитию и поддержке молодежного предпринимательства. Наша республика попала в число 12 пилотных регионов, где эта программа будет реализована этим летом. Комментирует информацию министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Наша заявка, она со своей стороны стала одной из наиболее конкурентоспособных и была признана одним из победителей. Следует отметить, что данная программа, всероссийская программа по поддержке и развитию молодежного предпринимательства, реализуемая Федеральным агентством по делам молодежи, в настоящее время имеет крайне важное значение ввиду того, что ее основная цель – это популяризация и развитие молодежного предпринимательства путем формирования и реализации комплексной меры по оказанию содействия развитию данной сферы. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии есть немалое количество инициаторов проектов из числа молодежи Карачаева-Черкесии, которые реализуют свою деятельность как самозанятые, потому что они осуществляют свою непосредственно профессиональную деятельность, предоставляя те или иные услуги или поставляя те или иные товары. И, конечно, комплексная программа, она со своей стороны внесет значимый вклад в развитие данной сферы на территории нашего субъекта, прекрасной, динамично развивающейся Карачаево-Черкесской республики. 25 мая в общеобразовательных организациях Карачаевой-Черкесии официально завершится учебный год. В этом году выпускаются 4728 девятиклассников и 1768 одиннадцатиклассников. А в республиканской столице в этом году стены родных школ покинут 570 выпускников, девятый класс окончат 1494 учащихся. Уже на следующий день, 26 мая, у старших ребят начнется государственная итоговая аттестация – основной этап ИГЭ. Девятиклассники уже сдают экзамены. Компания ОГЭ стартовала 19 мая и продлится до 22 июня. 25 июня в общеобразовательных организациях пройдут торжественные мероприятия, посвященные вручению аттестатов об основном и среднем общем образовании. выпускникам девятых и одиннадцатых классов. В период проведения данных мероприятий будет обеспечен контроль и усилен пропускной режим в рамках обеспечения безопасности жизни и здоровья участников торжественных мероприятий. 4736 девятиклассников Карачаева-Черкесии сдали первый обязательный экзамен по математике. Он состоял из модулей по алгебре и геометрии. Во время экзамена разрешалось использовать справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики. Их выдавали вместе с заданиями. На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов для успешной сдачи экзамена – 8 баллов. Максимальный – 31. Строительство обновленной детской школы искусств идет в Черкесске с обережением графика, поэтому ее двери распахнутся перед юными музыкантами уже в этом году. В обновленной школе искусств, в частности, появится звукозаписывающая студия, залы для хореографических постановок, операторская, многофункциональный зал, классы для индивидуальных занятий и современный октовый зал на 182 посадочных места. Об этом рассказал начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии города Равильтикиев. В мэрии города Черкеска учтены все особенности и потребности учеников, желающих заниматься музыкальным творчеством, искусством. И при проектировании данной школы были учтены все пожелания, а также архитектурный вид здания, чтобы сочетался в современном стиле. Не менее 24 тысяч голосов должны обеспечить Карачаево-Черкесия для получения субсидий на благоустройство парков и скверов в следующем году. В середине апреля этого года Минстрой России и Единая Россия объявили о начале онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое продлится до 30 мая текущего года. Карачаево-Черкесия участвует в нем во второй раз. У жителей трех городов – Черкеска, Карачаевска и Усть-Чгуты, а также поселка Медногорского – осталось несколько дней для того, чтобы отдать предпочтение одному из объектов, который, на их взгляд, более всего нуждается в преображении в следующем году. Сделать это можно на портале 09.городсреда.ру. В Карачаевске в год столетия республики запланировано открытие новой поликлиники на 350 посещений в смену. Медучреждение возводится на территории действующей городской больницы. Строительство объекта ведется с 2019 года по госпрограмме развития здравоохранения. Все работы будут завершены к осени. Жителям республики доступна новая образовательная онлайн-платформа про знания КЧР. Этот ресурс позволит всем желающим, не выходя из дома, получить новую специальность, комментирует информацию советник министра по делам молодежи Расим Попшулов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы важным, по его мнению, направлением, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. КОНЕЦ В этом же году откроется и Центр выявления и поддержки одаренных детей в северной части Черкеска, детский технопарк «Кванториум» на базе гимназии номер 18, а также 26 центров образования, точка роста в сельской местности и малых городах. Кроме того, после капитального ремонта в сельских школах республики откроются 4 спортзала и 4 спортивные площадки. В Усть-Жгуте на сентябрь этого года запланирован ввод дошкольно-образовательной организации на 80 мест. В рамках реализации федеральной программы информационной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии к интернету подключили более 300 социальных учреждений и организаций республики. В их числе 123 объекта образования, 86 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 67 учреждений органов государственной власти и местного самоуправления, а также 21 объект культуры, 5 пожарных частей и 2 подразделения Росгвардии. Региональная Минцифра запустила благотворительный челлендж «Декада добра». Совсем скоро – Международный день защиты детей. Праздник, который призван напомнить, что каждый из нас способен подарить радость ребенку. Впереди еще несколько дней, а это значит, что у всех есть возможность осчастливить десятки, а может быть и даже сотни детишек. Новый телевизор и велосипед от ведомства уже получили многодетная семья Исмаиловых из Ужгуты. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. Распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России, их дискредитации и призыва к введению санкций может грозить уголовная ответственность. Изменения внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях страны. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфилева. Распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины и Донбасса создает угрозу безопасности России, а также нарушает права и свободы граждан. Кроме того, призывы россиян напрямую противоречащие интересам государства также способны на сериальный ущерб стране. Законодатель установил уголовную ответственность за подобные деяния. В начале марта в Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен тремя составами преступлений, предусмотренных статьями 207.3, 280.3 и 284.2. Согласно закону, в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья 207.3 о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет в случае наступления тяжких последствий. Также в соответствии со статьей 280.3.3, это публичные действия направлены на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан поддержания международного мира и безопасности. Максимальное наказание по ней – это лишение свободы до 5 лет. На базе Центра «Мой бизнес» организована и работает горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщила начальник Центра поддержки предпринимательства Елена Чернеева. Министерство экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших форс-мажорных обстоятельствах, а также сообщить о проверках контроля надзорных органов. Задача горячей линии – предоставить информацию, помочь и разъяснить предпринимателям их права. Также для предпринимателей Карачаева Черкесии открыты двери Центра «Мой бизнес» по адресу Город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты Центра окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии – 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы Центра – будни с 9.00 до 18.00. При поддержке президентского фонда культурных инициатив в столице Карачаева Черкесии откроют тактильную музейную выставку по темным переулкам истории. Экскурсии по ней будут проводиться в полной темноте. В рамках проекта планируется создание экспозиции из копий 30 предметов археологических находок Роднего Средневековья Западного Кавказа. Она будет выставляться в отдельном зале музея-заповедника имени Барии Байчоровой и на стенде для тактильного осмотра с подробным описанием шрифтом Брайля. Во время выставки и далее экспозиционный зал будет оборудован поручнями и напольной рельефной разметкой, а экскурсии будут проходить в полной темноте. Реализация проекта запланирована с август по декабрь этого года. На базе Карачаева Черкесского государственного университета продолжается фотовыставка художницы Сейды Евтых «Увлекательное путешествие», посвященное 55-летию Института культуры и искусств КЧГУ и юбилею автора. Ее работы создавались в различных уголках мира и с успехом экспонировались в престижных выставочных залах, галереях и музеях Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Макао, Великобритании и Испании. Жители региона смогут посетить фотовыставку до конца этого месяца в первом корпусе КЧГУ. «Мы говорим о том, насколько значимость. Вот эта площадка, которая моя самая любимая. То есть можно расплакаться, потому что я, насколько, не знаю, упрашивала здесь быть, но не упрашивала, просто заикнулась, так сказать, хочу, потому что для меня это много значит, эти стены». В Ставрополе состоялись межрегиональные соревнования по легкой атлетике среди сборных команд территориальных органов МЧС России Северокавказского федерального округа. По итогам напряженной спортивной борьбы тройка лидеров определилась следующим образом. Первое место досталось команде главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. На втором месте наши спортсмены и замкнула тройку лидеров команда правления МЧС Северной Сети Алании. Архысская сосна, которая уже без малого два века, снова борется за звание Российское дерево года. Проголосовать за дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 августа. Об этом рассказала советник министра природных ресурсов и экологии Республики Медина Буташева. Архысская сосна снова борется за звание Российское дерево года. Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» по ссылке «Роздерево.ру» в период с 1 мая по 1 августа 2022 года. Сосна обыкновенная высотой 30 метров растет на поляне Таума в окрестностях села Архыс. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева Черкесской Республики, патриотов и истинных ценителей, любителей родной природы принять участие в выборе Российского дерева 2022 года. Номер Архысской сосны на сайте для голосования 22. Спортсмены Карачаева Черкесии приняли участие в большом турнире по греко-римской борьбе «Школьная борцовская лига Поддубного» среди юношей, который прошел в Москве. В результате упорной борьбы копилку награды республики пополнили Назар Киков, Рахим Сатемиров и Рустам Кемрюгов. Радио России. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается облачная погода, дождь, местами сильны, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-16, в горах местами до плюс 9. В горах республики свыше 3000 метров лавина опасна. В северных и центральных районах республики высокая пожароопасность 4 класс. В Черкесии дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы достигнут 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Мартикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро. Оказывающие бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям. В случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкачер.ру. Вы слушали радио России Карачаева Черкесия.